И бой начался. Вот так безударно. Да, полминуты без удара. Сейчас как бы не было, как в фильмах про бокс, а первый же удар закончил дело. Вызывает на бой с пучегами соперника. Ну, вполне возможно, Геннадий сейчас... Он знает, как отрезать пути, как срезать углы. Подумал в шутку, что... Ну, как же, Бойсангуров красовался все 12 раундов, а я закончу за минуту. Нет уж. Пусть и на меня публика посмотрит. Да, такая своеобразная техника у чемпиона. Все раз хочу подметить. Только он подберется к сопернику и не отходит. Вот такое количество средней, очень большой силы ударов он может нести за серию, за раунд. Он просто-напросто может замучить своего соперника вот таким постоянным прессом. Он уже начинает это делать. Причем, не успевая, как бы, не забывая защищаться каждую секунду. Каждый его удар, каждый его атака уже предполагает в то же время защиту. Подключают левую свою, вот ждал, похоже, этого момента Геннадий посмотреть просто, на что он способен. Да, настрой японцы как-то... Вот улыбка спала с его лица. И настрой его потихоньку гасает. Это не говорит о том, что бой не получится и что победа достанется Геннадию Головкину очень легко. Все зависит от того, насколько тот или иной спортсмен, что смогут сделать в ринге, навязать свою тактику и развить атаку и закончить бой. Чего, у японца такая неприятная манера, чуть что-то какая-то опасность слева, он просто поворачивается спиной к противнику. Уже рассечение. Уже рассечение, да. Причем очень серьезное. Да, очень серьезное рассечение на правой брови японца. И очень глубокое. Его, в общем-то, не видно потому, видно только кровь. Потому что оно ровно идет ровно по брови. Чем он так сильно ударился, не знаю. Но не было удара головой. Достаточно было 20 секунд второго раунда, чтобы заново оно открылось. Да, ну, понятно, что для Геннадия это дополнительный стимул закончить бой быстрее. Ну, в принципе, ему такие подарки не нужны. Стимул для Фучигами сделать то же самое. Потому что, ну, он понимает реально. Сейчас просто кровь зальет ему как раз правый глаз. Именно этим глазом он лучше видит соперник. Потому что он находится в стойке левши. Геннадий поймал уже в этом раунде на правую. Но устоял Фучигами. Явно выцеливает головки. Делает все совершенно правильно. Да. Всего лишь второй раунд. А сколько крови в прорыве. Пота меньше, чем крови. Никаких проблем не составляет для Геннадия вот эти... Выбрасывание правой руки. Вот, два точных удара. Двойство еще в догонку. Ну да, совершенно открыт. Вот теперь понял Японец, куда же он приехал. Кому в гости он приехал. Мне кажется, что одна-две серии еще подобные и все будет закончено. А вы заметите, практически все удары приходятся как раз именно в ту бровь, которая рассечена. Как-то чудом еще не расходится кожа сильнее. Ой-ой-ой. Легкий удар, казалось бы, но навстречу. Как раз в этой серии, что умеет Дила Геннадий. Вот он первый нокдаун. Окей, не окей, но бой продолжается. Да, вот еще активнее стал Галловкин. И сейчас Кочеглями ищет пятый угол. Он уже не бегает, он ходит, причем на полусогнутые ноги. Вот такой же удар сейчас нанес Геннадий, такой короткий правобоковой. Ну, как-то так вот боксеры встали рядом. Еще один удар помешал, сейчас помешали и канаты, то ли плечо Галловкина снова приземлиться на силу ринга. Кочегами. Но не сладко ему, конечно же, приходится. Вряд ли достоит он до конца. Третий раунд. Ну и похоже, что дело идет к завершению раз и к счету раундов. То есть, сколько простоит Фучиган? Очки там считать не будут точно. Но, знаете, что получится вперед? Получится нокаут, технический нокаут или будет остановка боя, ввиду невозможности. Травма все больше и больше. Удары все жестче и жестче. Ну, никаких не было разговоров. Вот он, еще один. О том, что получили столкновение головами. На грани. Так что все чисто. Макотто Фучигами. Еще один. Правобоковой. Насколько изучил все-таки соперника. Казахский боксер. Я думаю, что это уже предпоследний нокдалл, наверное. Нет, все-таки готов. Самурайский дух возобладает. Но зря он решился на положение боя. Боюсь, что ближайшая атака закончит дело. Ну и рефери может вмешаться, да, что он и делает. Все понятно. В другую лигу попал Макотто Фучигами. Это ему разъяснили очень быстро. Геннадий Головкин одерживает победу нокаутом в третьем раунде. 23-я победа в 23-х боях. Юбилейный 20-й нокаут. Можно сказать, нокаут с улыбкой. Как бы с удовольствием. Закончил этот бой Геннадий. Чтобы не замерзнуть, надевает национальный казахский халат. Только сейчас вспомнил о том, что Капа еще осталась. Ну и смотрим мы, как был закончен этот поединок. Смотрите на ноги японца. В разные стороны ходят, как у куклы. Настойкий парень. Это нужно дать ему должное. Терпел до последнего. Хотя он уже просто в конце первого раунда понял, шансов нет. Это самое последнее наступило очень быстро. Да, в третьем раунде. Сохраняет титул WBA Геннадий. Ну и каков дальнейший путь, предсказать достаточно сложно. Объединительных боев не наблюдается. По версии WBA очень приличные соперники есть. Есть тот же Энди Ли, который занимает вторую строчку. Но который, скорее всего, будет встречаться с Кулио Сезаром Чавесом. Ну, честно говоря... Даже не знаю, кто представляет для него опасность наибольшую. Потому что... Ребята неплохие, крепкие, но не звезды. По версии WBA в первых 15, честно говоря, подобрались на удивление. Если сравнить даже с другими организациями. Вот посмотрите, доволен Виталий Кличко. Доволен бесспорно. А вот в зале стоит тишина. Потому что зрители ожидали... Спасибо, Ольга. Несколько большего, яркого, такого бескомпромиссного. Получилось все довольно просто, убедительно и быстро. Ну, я думаю, что причина тут даже в другом. Поскольку Геннадий Головкин дрался на Украине лишь когда был любителем. Это его первый бой. Его здесь не очень хорошо знают. Да, конечно же, знают его как чемпион мира. Но если за Урбек Басангуров выступал здесь очень много и давно связан с компанией...